Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября, 8 октября, 1892 года в Москве. Ее отец, Иван Владимирович, профессор Московского университета, известный филолог и искусствовед. Мать, Мария Мэйн, была пианисткой. Стихи Цветаева начала писать еще в шестилетнем возрасте, сразу на русском. В 1910 году Цветаева издала за свой счет первый поэтический сборник «Вечерний альбом». Отправила его на отзыв Мэтру, Валерию Брюсову. Поэт-символист упомянул о молодом даровании в своей статье для журнала «Русская мысль», когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру и подсмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. Позже Марина познакомилась с Сергеем Эфроном. В январе 1912 они обвенчались, а вскоре вышли две книги «Волшебный фонарь Цветаева» и «Детство Эфрона». Следующий Цветаевский сборник из двух книг был составлен из ранее опубликованных стихов. Он стал своего рода водоразделом между мирной юностью и трагической зрелостью поэта. Первую мировую войну маленькая семья, в 1912 году родилась дочь Ариадна, встретила в Москве. Сергей Эфрон готовился к поступлению в университет. Марина Цветаева писала стихи. С 1915 года Эфрон работал на санитарном поезде, в 1917 был мобилизован. Позже перебрался в Европу. В 1921 из-за границы пришла весточка от Эфрона. И Цветаева решила ехать к нему. В мае 1922 года супруги встретились в Берлине. Берлин начала 1920-х годов был издательской меккой русской эмиграции. В 1922-1923 годах у Марины Цветаевой здесь вышло пять книг. Чуть раньше в Москве были опубликованы сборник версты, драматический этюд «Конец Казанова» и поэма «Сказка царь-девица», таким получилось прощание с Россией. В 1925 году семья Цветаевых Эфронов, уже с сыном Георгием, перебралась в Париж. Столица русского зарубежья встретила их, на первый взгляд, приветливо. С успехом прошел поэтический вечер Цветаевой, и ее стихи публиковали. В 1928 году в Париже вышла книга «После России», последний прижизненно изданный сборник поэтессы. Но разногласия между независимой Мариной Цветаевой и русской интеллигенцией старой закалки становились все более явными, и в июне 1939 года она приехала в СССР, через два месяца арестовали Ариадну, а еще через полтора – Сергея Эфрона. Для Марины и 14-летнего Георгия, по-домашнему Мур, начались мытарства. Жили они то у родственников в Москве, то на даче писательского дома творчества в Голицыне. Пытались добиться свидания с родственниками или хоть что-то узнать о них. В 1940 году вышла рецензия критика Зелинского, закленившего предполагавшуюся к выпуску книгу Цветаевой страшным словом формализм. Для поэта это значило закрытие всех дверей. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю, она была одно страдание, рассказывал позже в письме Мура последних днях матери. 31 августа Марина Цветаева покончила с собой. Георгий Эфрон погиб на фронте в 1944 году. Его отца расстреляли в октябре 1941, в 1956 реабилитировали посмертно. Ариадна Эфрон была реабилитирована в 1955 году. После возвращения из ссылки она занималась переводами, готовила к изданию произведения Марины Цветаевой, и писала воспоминания о ней. Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой, за то, что вы меня, не зная, сами так любите. За мой ночной покой, за редкость встречи с закатными часами, За наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, За то, что вы больны, увы, не мной, За то, что я, увы, больна не вами. Субтитры сделал DimaTorzok